Субтитры делал DimaTorzok Зятю президента, занимающему пост старшего советника главы государства Джареду Кушнеру по делу о предполагаемых связях между командой американского лидера и представителями России Конгрессменов интересуют подробности встречи Кушнера с главой Внешэкономбанка Сергеем Горьковым которая была организована по просьбе посла России в США Сергея Кисляка и состоялась в декабре прошлого года Ранее Белый дом подтверждал только встречу Кушнера и Кисляка, прошедшую также в декабре в Трампауэре в Нью-Йорке где находился предвыборный штаб Трампа Кушнер, согласно распространенной информации, общался с российским дипломатом вместе с бывшим советником президента по национальной безопасности Майклом Флином которому разговоры с Кисляком стоили поста Сейчас представители демократов в Комитете по разведке требуют отстранения от расследования главы комитета республиканца Дэвина Нунеса заявляя о конфликте интересов, так как он был одной из ключевых фигур в команде президента в период передачи власти Я думаю, что было бы целесообразно, чтобы председатель отказался от любого расследования, связанного с компанией Трампа или с переходным периодом Он был ключевым членом переходной команды Трампа, и я думаю, что это представляет собой неотъемлемый конфликт интересов При этом звучащее в свой адрес обвинения о контактах с российской стороной Трамп категорически отвергает В частности, на прошлой неделе Белый дом вновь попытался дистанцироваться от экс-главы избирательного штаба самого Трампа Пола Манафорта Последний подвергается все более пристальным проверкам из-за своих связей с российскими деловыми кругами Речь идет о так называемых титанах бизнеса из Украины и России в числе которых Олег Дерипаско, российский олигарх, имеющий крепкие связи с президентом Путиным По информации агентства Associated Press, у Манафорта в недавнем прошлом был многомиллионный контракт с Дерипаской Направленный на содействие политическим интересам главы Кремля Помогал он и бывшему украинскому президенту Виктору Януковичу Между тем, президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса По мнению главы Белого дома, вместо того, чтобы заниматься травлей его окружению Конгрессмены могли бы обратить внимание на связи Читы Клинтон с Россией Трамп утверждает, что 42-й президент США получал от Москвы деньги Правда, не уточняет, какие именно средства имеются в виду и что подразумевается под российской стороной Еще будучи кандидатом в президенты, Трамп обвинял окружение своей политической соперницы Хилари Клинтон В контактах с российскими организациями Он, в частности, заявил, что брат Джона Подесты, руководителя ее избирательного штаба Якобы положил в карман 180 тысяч долларов от компании «Ураниум-1», принадлежащей «Росатому», Которой, занимавшая тогда пост госсекретаря США Хилари Клинтон, по его словам, передала 20% американского урана Свои обвинения президент выдвинул по обыкновению в Твиттере Почему Комитет по разведке не займется сделкой Билла и Хилари, которая позволила большой части компании «Ураниум-1» перейти к России? Владимир Путин провел переговоры с президентом страны, включенной американцами в ось зла В Москве прошла встреча главы Кремля с политическим лидером Ирана Хасаном Роухани В ходе беседы оба лидера высказались за углубление двусторонних отношений, отметив, что в них наступила новая эра Одна из тем визита президента Исламской республики в Россию – ситуация в Сирии, где Москва и Тегеран выступают в роли союзников режима Башара Асада Еще накануне встречи глава МИДа ближневосточной страны Мухаммад Джавадзариф, рассказывая о темах переговоров Путина и Роухани, заявил, что в контексте сирийского кризиса Москва может рассчитывать на иранские военные базы в борьбе с терроризмом Напомню, российские самолеты ранее использовали авиабазу в Хамадане для нанесения ударов по боевикам Исламской республике тем временем пригрозило расправой исламское государство Террористическая группировка распространила видео, в котором звучит призыв к населению Ирана поднять мятеж против еретиков Так сунницкие радикалы называют шиитское руководство страны В 36-минутном пропагандистском ролике три героя, один из которых представляет персоязычных жителей, а двое других – этнические группы иранских арабов и народности Белуджи Герои видео пообещали, что ИГИЛ завоюет Иран Они также обвинили режим АТОЛ в псевдо-борьбе с США и Израилем В частности, заявив, что иранские власти обманывают суннитов Они на словах выступают против евреев, но на деле защищают их и их храмы В фильме также представлены сцены казни шиитских боевиков Где была сделана видеозапись, неясно по одной из версий этой территории Ирака Эхо Холокоста в Польше возобновили расследование дела о геноциде в крупнейшем женском нацистском концлагере Равенсбрюк Он был расположен в 90 километрах от Берлина, а сегодня это тоже территория Германии Существовал лагерь смерти с мая 1939 до конца апреля 1945 года За это время через него прошло более 130 тысяч человек, 90 тысяч из которых погибли В Равенсбрюке в основном казнили участниц польского движения сопротивления и евреек Несколько десятилетий назад по делу о геноциде в женском концлагере уже проводилось расследование Оно было завершено в 1975 году, но в Варшаве сочли, что проведение нового расследования необходимо Поскольку польское государство никогда не проводило следствие по поводу преступлений против польских узниц Третий пожизненный срок Суд Франции вынес самый суровый для страны приговор венесуэльскому террористу-революционеру Ильичу Рамиросу Санчесу Более известному как Карлос Шакал Санчеса признали виновным в преступлении, совершенном 40 лет назад, в сентябре 1974 Он бросил гранату в торговую галерею Драгстор в центре Парижа В результате чего погибли два человека, а более 30 получили ранения Ранее Карлос Шакал уже был приговорен к двум пожизненным срокам за организацию взрывов и убийства двух полицейских в 70-е годы, опять же, во Франции Названный в честь Владимира Ильича Ленина, венесуэлец на протяжении своей жизни совершал теракты И брал в заложники людей в интересах многих экстремистских группировок, в том числе Народного фронта освобождения Палестины На этом все, следите за развитием событий на РТВ и моих коллег А я прощаюсь с вами до завтра и как всегда желаю всего самого доброго Редактор субтитров А.Семкин